Я хочу рассказать о создающейся технологии, которая в фольклоре носит название интерактивная стимуляция мозга или интерактивная терапия мозга. Само название свидетельствует о том, что речь идет о возможностях человека управлять процессами, которые локализованы в его собственном мозге. Для этого этот мозг должен быть визуализирован, с ним должна быть установлена физическая связь, а дальше уже все зависит от когнитивного развития того, что будет решать этот человек. Проистекает эта идея от известной всем хорошо, это уже сейчас тривиально, технологии, баффетбэк технологии, то есть технологии, которая позволяет видеть, как вы, используя волевые механизмы, используя свой когнитивный стиль, управлять теми или иными физиологическими характеристиками, обучаться этому и сохранять этот приобретенный навык надолго и использовать его, естественно, в жизни в той или иной ситуации. Вот та ситуация, которая сегодня, она вот тривиальная. То есть есть некое семейство характеристик. В зависимости от патологии или от содержания испытания здорового человека, вы выбираете характеристику, визуализируете ее параметр или создаете метафору, то есть какую-нибудь красивую картинку или игру, сюжет которой вы должны управлять с помощью своих волевых усилий. Обычная вещь, то, что мы делаем каждый день, мы переходим улицу, мы смотрим на светофоры, если красный, мы не идем. Идем, если мы в порядке, если зеленый, мы движемся вперед. Вот вот эта обратная связь, которая в научной литературе носит название Баффет Бэк Технологи. Естественный вопрос, который возникает, как сфокусировать свои волевые усилия, как сосредоточить их в том месте, от которого, а, зависит ваше разумное поведение, б, болезни. Ну вот, по совокупности обстоятельств, о которых я потом быстро расскажу, есть смысл сосредоточиться на такой функциональной единице мозга, которая очень редко используется в обиходе, но которая является центральной структурой, центральным модулем, в котором разыгрываются все здоровые и патологические обстоятельства. Так называемое нейрососудистое сцепление, которое состоит из нейронной сети. Вот она слева расположена. Это совершенно реальная картинка. Она нарисована, но это то, что вы можете увидеть глазом под микроскопом. Справа это капиллярная сеть, то есть структура, которая обеспечивает гемодинамическое благополучие. Между ними интернейрон, который связан и с этой сетью, и с основной нейронной системой, которая здесь обозначена слева, и которая управляет их взаимодействием. Таким образом, есть средоточие электрогенеза, с помощью которого проявляется деятельность нейронных сетей, и есть гемодинамическое представительство. Для того, чтобы его увидеть, нужно погрузиться в совершенно другую технологию, которая носит название функциональная магнитно-резонансная томография, fMRI. Вот что становится мишенью. То есть мы наблюдаем зоны активности или регионы интереса, которые возникают в активных точках мозга при любом виде деятельности. То ли это речевой компонент, то ли это двигательный компонент, то ли это сенсорный компонент, то ли это когнитивный компонент. Независимо от того, какую форму деятельности вы в данный момент представляете, в определенных точках мозга, то есть на определенной территории, в общем-то известной, возникают очаги активности, которые визуализируются. На этом построена нейровизуализация, а в природе ее находится разница поведения гемоглобинов. Как известно, их два, оксигемоглобин и дезоксигемоглобин. Они по-разному себя ведут в магнитном поле, и поэтому в участках, я грубо говорю, там есть еще всякие вопросы, связанные с состоянием воды, но главное состоит в том, что от того, каким образом локализован восстановленный гемоглобин, дезоксигемоглобин, от этого зависит локализация очага, в котором происходит тот или иной активный акт. Технология – это 20 лет, это очень далеко продвинутая область, и сейчас мне хотелось бы рассказать, каким образом эту область можно использовать, а, для исследований когнитивных способностей человека, и, б, для лечения, то есть для создания вот этой так называемой интерактивной терапии мозга. На этой картинке сверху визуализированный воксель 4-6 поля Бродмана, то есть там, где сконцентрируется проекция двигательного тракта, а внизу вот та самая динамика оксигенации, то есть динамика снабжения кислорода этой самой области. То есть это онлайн в момент движения кисти. Появляется кластер, то есть совокупность нейронных структур, которые через дезоксигемоглобин визуализируются, и это сопровождается динамикой оксигенации. Для того, чтобы посмотреть, как эти два физических процесса, будем рассматривать сейчас обычную электроэнцефалограмму в онлайне и картинку, которая связана с болт-эффектом, то есть вот эффект сосредоточения дезоксигемоглобина называется болт-эффектом, их надо совместить, и надо каким-то образом предложить тест, какой-нибудь разумный тест, чтобы человек, выполняя какую-то интеллектуальную задачу, чтобы этой задачей было начало, пик ее и конец. Естественно, что сразу становится очевидным, что проще всего это сделать с помощью игры. Здесь показано несколько игр, сюжет которых управляется физиологическими характеристиками. То есть человек находится в трубе, он видит игру, его задача состоит в том, чтобы эту игру не проиграть. Он может пользоваться инструкциями, которые ему предложил тренер или врач, он может пользоваться своими собственными когнитивными ресурсами. Он мобилизует ресурс, и в случае, если он правильно попадает в стратегию, он эту игру выигрывает. Это может происходить в онлайне. Вы видите игру, она называется «Вира». Два соревнующихся акванафта, каждый из которых стремится достигнуть дна раньше другого. И одновременно в онлайне вы наблюдаете, как ведут себя участки мозга, принимающие участие в этой игре. Давайте остановим и посмотрим, как это на самом деле происходит. Значит, здесь три этапа игры. Этап стартовый, этап, когда игрок достигает пика формы, и этап, когда все уже закончено. Понятно, выиграл он это или проиграл. Вы видите эти картинки, которые можно локализовать, потому что вообще-то метод функциональной магнитно-резонансной томографии распространенно существует для локализации функций. И можно описать эту игру в лексике функциональной магнитно-резонансной томографии. То есть рассказать о том, какие участки мозга, в какой последовательности, в какой топографии вовлекается в игровой сюжет. В результате вы получаете документ. Верхняя картинка – это стартовая ситуация. Там в дефолте, то есть в состоянии бездействия, визуализируются две-три структуры. Потому что если человек находится в томографии и ничего не делает, мозг у него все равно продолжает работать. И поэтому существует специальная сеть, которая обслуживает этот покой. Но как только он включается в активную деятельность, он получает команду «начинайте играть». Он начинает играть, я повторяю, пользуясь инструкцией тренера и пользуясь своими собственными стратегиями. Вы видите, как меняется ситуация. И, наконец, финишный этап. То есть тогда, когда игра закончена, и вы видите распределение вокселей, то есть распределение участков мозга, в которых происходило... То есть реализовывался сюжет игры, то есть либо он заканчивался победой, либо он заканчивался поражением. Можно предложить более сложные задачи. Можно в нормальной игре, где все подчинено реализации сюжета, предложить ложную игру. То есть инсталлировать на компьютер то же самое изображение, но лишить возможности испытуемого влиять на характер сюжета. Слева нормальная игра, справа имитационная игра. То есть справа он пытается найти стратегию, которая приведет к положительному результату, как это было до этого у него в опыте, но эта ситуация не реализовывается, потому что это исходно невозможно. И вы видите, что количество вокселей, то есть количество активных участков мозга, резко возрастает, потому что и это все происходит в тех же самых местах, которые были испытаны в реальном сюжете. Ну и наконец вы получаете распределение активности, и вы видите, что ложная игра перемещает активную зону. Основные усилия реализуются через передние отделы мозга, через медиальные структуры, лобные, и через поясную извилину. Вот это плата за решение этой задачи. Естественно, возникает потребность подключить к этой деятельности исследование электрической активности мозга. Такая возможность существует. Есть магнитозащищенные электроэнцефалографии, то есть вы одеваете шапочку электроэнцефалографическую, и дальше проделываете с этим испытуемым или с больным человеком, в зависимости от того, какие задачи у вас стоят. То же самое, что вы делали это до того, как он находился в испытании без регистрации электроэнцефалограммы. Вот так выглядит эта ситуация. Во-первых, вы видите игровой сюжет, тот же самый. Во-вторых, вы видите, как ведут себя в Окселе. Внизу показано, как они меняются, как меняются их объемы. Справа вы имеете возможность посмотреть в онлайне на электроэнцефалограмму и, наконец, осуществить мэппинг для того, чтобы посмотреть, какие ритмы преобладают в этот момент. Используя вот эту сочетанную технологию, то есть функциональную магнитно-резонансную томографию и электроэнцефалографию, вы можете перейти к следующей категории визуализации. Теперь вы визуализируете не отдельные участки мозга, не отдельные структуры, а вы визуализируете нейронную сеть. И вы видите, а, как она развивается, б, какова сила связи между структурами, возникшими в процессе нагрузки. Внизу слева я специально поместил кадр из фильма, снятого сентрафером, то есть это реальный мозг с реально формирующимися инвитросвязями. Я это сделал просто для того, чтобы как-то одухотворить верхние две картинки, потому что аудитория, когда и об этом рассказываешь, очень трудно понимает, как разные участки мозга каким-то способом, с помощью какой-то формалистики соединяется в сеть, в реальную сеть, не в сеть, которую вы получаете инвитро и которая предопределена, а в сеть, которую вы получили за счет формальных процедур вокруг разных участков мозга. До начала игры слева и после конца игры вы видите, как меняется конструкция сетей. То есть это совершенно новые сведения, которые невозможно получить каким бы то ни было другим способом, кроме как в режиме функциональной магнитно-резонансной томографии. существует софт и это сегодняшняя ситуация в нейробиологии, когда вы можете апеллировать не отдельными структурами и ссылаясь на ваши знания об анатомии мозга, каким-то образом представлять себе, как они взаимодействуют друг с другом, а работать с реально возникающими нейронными сетями в процессе вот этого самого феномена, которого мы вначале обозначили как байфетбэк технологии. То есть ситуация та же самая. Пациент наблюдает за какой-то сюжетной картинкой, он пытается ее изменить и в процессе этого формируются новые нейронные сети. Сила связи между структурами, которые реализуются на ваших глазах. Естественно, что возникает желание использовать это в клинике, потому что томографический метод электроэнцефалографии широко используется в клинических условиях, и когда вы имеете сочетание регистрацию электрогенеза, то есть решение вопроса о коротком времени, которое проистекает в момент выполнения процедуры и большом пространстве, которое закрывает функциональная томография, вы можете подумать о том, а не плохо ли было бы выделить участки мозга, которые преимущественно заинтересованы при целом ряде заболеваний. И это сегодняшний день. То есть вы можете располагать сведениями о том, какие участки мозга преимущественно заинтересованы в формировании болевого синдрома, какие участки мозга заинтересованы при разного рода аддикциях химических, нехимических. Особенно интересно использование этой технологии, о которой я рассказал выше, и если я рассказал правильно, то вы должны были бы понять, почему эта технология может использоваться в клинике, используется при депрессивных состояниях. Я перечислил вот в этом слайде несколько клинических форм, в которых сегодня используется технология функциональной магнитно-резонансной томографии в режиме онлайн в технологии ByFeedback Technology. То есть человек больной находясь в трубе наблюдает за сложными или простыми картинками, которые ему нужно изменить. И если он научится их менять, то есть приобретен навык, у нас есть шансы на выздоровление. как устроен этот эксперимент? Вот самая простая метафора. Есть область мозга, которая подозревается в формировании клинического синдрома. Есть метафора в виде мячка. вы начинаете обучать пациента влиять на диаметр этого мячка. Эта метафора связана со структурой мозга. И поэтому если вы выполняете задачу сформулированную врачом вести себя таким образом, чтобы диаметр мячка увеличивался или уменьшался, в это же время происходят соответствующие изменения гемодинамики этой структуры, которая также визуализируется. Она визуализируется и для пациента, если это нужно, если это не нужно, пациент работает только с мячиком. И для оператора, который находится в операторской и наблюдает за динамикой, то есть он видит всю картину, он видит как ведет себя метафора, она может быть простой, как в этом случае, она может быть очень сложной, как в предыдущих случаях, когда ему приходилось разбираться с игрой. И таким образом врач позволяет использовать эту так называемую интерактивную стимуляцию в зависимости от того, что воспринимает пациент, какую метафору он воспринимает. это позволяет использовать эту технологию у детей, у взрослых, у стариков и так далее. Внизу вы видите реальную картинку формирования вокселя в участках мозга, который участвует во всей клинической процедуре. это пример с инфарктом. Инфаркт мозга. Это идея много лет назад, я помню, где-то в Калуге высказал Александр Яковлевич Каплан, который сидит вот на диване слева, и возникла работа, которая посвящена визуализации зоны инфаркта и включение технологии интерактивной стимуляции в восстановление движения. То есть вы можете научить человека оптимальному алгоритму восстановления движения после порезов при поражении мозга таким образом, чтобы паттерн электроэнцефалографический, который возникает в этот момент, когда он обучается двигаться под контролем функциональной магнитно-резонансной томографии, перенести вне трубы. И ситуация выглядит реально вот так. Значит, оператор наблюдает за состоянием среза. Больной находится в томографе, он видит перед собой метафору столбика. Столбик флюктуирует в зависимости от эффективности его стратегии ментальной. И одновременно и он, и оператор наблюдают за состоянием структуры, в которой локализован участок мозга. Здесь вся инфраструктура эксперимента, то есть все, что на на самом деле существует. Теперь надо тот паттерн электроэнцефалографический, который получен в условиях максимального эффекта, перенести на прибор, который можно дать пациенту домой, который можно использовать в поликлинике, который можно использовать в стационаре, строго сохраняя паттерн электроэнцефалографический, который достигнут внутри томографа при использовании этой технологии интерактивной стимуляции. И вот что реально существует. Существует система Бослаб, которую вы можете увидеть на нашем стенде. И Ольга Андреевна Джафарова, руководитель нашей лаборатории, может показать вам, как работает все семейства Бослабов. В данном случае этот домашний Бослаб, на который записан паттерн электроэнцефалографический, полученный в трубе томографически и перенесен для тренинга между исследованиями этого пациента в томографе. Ясно, что тренироваться в томографе бесконечное количество раз, а тренинг продолжается в течение месяца, двух и трех невозможно. И поэтому для того, чтобы сохранить режим понятный пациенту, мы даем ему прибор, на котором он работает дома, будучи связанным с реабилитологом по интернету. Это реально существует, это не фантазия. И он инструктируется реабилитологом, используя естественные коммуникационные средства, периодически проверяясь в условиях томографии, как это в самом начале исследования организовано. Я почти все рассказал. Мы придумали клип, из которого следует, что любое несчастье и любое счастье можно переписать в лексике функциональные магниторезонансные томографии и прочитать эти великолепные стихи графа Толстого, не того, а Алексея Толстого, который говорит о том, что любое волнение душевное преодолеваемо, и это можно увидеть, используя современные средства нейровизуализации. Это люди, которые сделали все то, о чем я рассказал. Это Институт молекулярной биологии и биофизики в Академгородке. Это Международный томографический центр там же. Это научно-производственная фирма Комсиб, стенд, который вы можете увидеть здесь на выставке. И это Новосибирский исследовательский университет. Ну и мне ничего не остается сделать, как пригласить вас всех в Сибирь. Спасибо за внимание. Марк Борисович, я хочу вас поблагодарить за ваше сообщение и за вашу работу, потому что это сегодня еще не очень воспринимается нашим мозгом, насколько это просто и с одной стороны. С другой стороны, какая работа была проделана, чтобы к этому дойти. То есть по сути мы можем менять связи нашего мозга в нужную нам сторону. Мы пытались лекарствами в 20 веке менять биохимию, но к сожалению эти химические агенты, которые что-то улучшали в мозге, параллельно что-то меняли и в желудке, и в печени, и в коже, и в сердце, то, что нам не очень хотелось. С помощью такой технологии мы абсолютно не воздействуем на другие органы системы, изменяем в мозге только то, чтобы человек стал хорошим в том смысле, в котором мы это хотим. Мы можем уменьшить тревогу, убрать боль, научить человека справляться с паническими атаками. Это уникальный метод, и мы всячески будем работать, чтобы диссеминировать эту информацию и сделать это обязательной технологией в реабилитационных центрах, в клинических центрах и в учебных заведениях, поскольку эта технология позволяет спортсменам улучшать свои показатели, ученикам быть более внимательными способами. Это очень перспективно. Методика благодарим вас за вашу работу и надеемся на новые встречи. Спасибо большое. Спасибо. Какие вопросы уважаемые коллеги? Владимир Анатольевич, вопрос. Заинтересовал слайд, где было картрирование каких-то заболеваний или там проблем, которые, я так понимаю, связаны с определенными областями мозга. И вот как-то это коррелирует с теми тренингами, то есть как-то вот я просто не понял как это связано с ну практически с фидбэком теми или иными методами. Вот как это так вот подробнее об этом если можно. Это тоже уже продвинутая область психиатрии, да, есть политические синдромы, которые исследуются таким образом. то есть в условиях тестирования локализуются участки мозга, которые преимущественно заинтересованы в этом синдроме и тут не надо каких-то особенных знаний, потому что все это предположительно изложено в учебниках. Вы проверяете функциональную организацию мозга при этом заболевании, находите командную структуру, то есть структуру, от которой все зависит, потому что она характеризует кластером, то есть большим семейством воксолид. Она большая, там очень большое количество нейронов в это вовлечено. и сателлитные структуры. И начинаете работу с пациентом, то есть придумываете метафору, наблюдаете за тем, как он вообще ведет себя в режиме Байфетбет технологии, потому что это требует какой-то дисциплины внутренней. Он получает в той литературе, которой я располагаю, применительно к этому заболеванию. Конечно, выборка очень маленькая. Вообще выборки по этой технологии, они малы. Это 7, 12, 20, 30 человек, не больше. Но тем не менее этот процесс идет. За рубежом эти технологии зарегистрированы, то есть их делают в нормальных больницах. И если вас интересует специальная литература, по этому поводу, я могу вам ее посоветовать. Присылай. Спасибо. Спасибо.